Девочки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Катя, и в этом влоге мы с вами летим в Дубань. Я активно мажусь тестерами. Взяла вот крем Локситан, намазала себе крем под глаза. Надеюсь, у меня не будет аллергии. Тут вообще много всего. Всякие баночки. Вот тоже есть Диор, молочко для тела. Есть наборчики. На самом деле много всего, но я не планирую ничего себе покупать. Сейчас попробую. Делаем кофе в таких стаканчиках с собой. Тут есть еще разные сиропы. Это прикольно. Классно, что есть сироп. Смотрите, какое крутое кофе. Так много молока. Класс. 4,50. Я добавила себе сироп в соленую карамель. Стоим, вот и едим. Мы летим в Дубай. Это я в Дубай. Еще отдыхаю. Нам принесли еду спустя... Сколько примерно? Ну, час, наверное. Четвертая часть полета. Ну, час, наверное. Да, час. Спасибо. И вот такая вазичка. Слушай, какая вообще... Она такая белошечка. Да, как йогурт. Ага. Мы выбрали рис с курицей. Еще была гречка с овосями. Тут такие пластиковые тарелочки и приборы. Супер. Открывай. Блин, слушай, прям очень горячие. Так там греют их. Пахнет вкусно. Мы не голодные, но мы... Но мы очень хотим. Нет, нет. Последние полчаса не говорили каждые две минуты. Мы очень ждали. Смотри, какие тут тарелочки. Она очень горячая. Она очень горячая сейчас. Ого! Слушай, это фрикадельки. Слушай, это вообще вау. Вау, очень красиво. Мы еще попробуем, но... За такое я ставлю 10 из 10. Очень приятно. С зеленым чаем. У нас такие две упаковки. Мы только и делаем, что кушаем. Сейчас у нас будут синабоны. Смотрите. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы такие... Спасибо! И он такой... Ладно, вам бесплатно, девочки. Он такой вот у нас вид. Всё шикарно. Водичка есть. Вот так выглядит номер. Достаточно маленький, но уютный шкаф. Без двери. Это... Ну, тут такая. Хорошо. Так. Так много зеркал. Класс. И вот здесь вот туалет, душ, зеркальце. Тут тоже огромный шкаф. Пока мы ехали до отеля, я просто фотографировала каждую машину. Здесь машины моими цветами. Я вообще не хочу отсюда езжать. Единственное, что здесь достаточно строгие правила, но я готова. Я готова их соблюдать. Мне кажется, я бы даже могла носить хиджаб. Всякие вот эти мантии, как... Ну, одежда закрытая. Например, как в Абу-Даби, с этим вообще всё строго. Мне кажется, я готова принимать их культуру и просто наслаждаться. Я даже не мечтала о том, что я сюда поеду. Я в восторге. Посмотри, какая я уже красная. Посмотри. Ого! Жесть! Жесть, девочки! Вот так вот. По итогу здесь вообще вот просто один шаг. Мы как в бане, а здесь... Ну, мне здесь прям холодно. По сравнению, если сразу выходить с балкона, с улицы, то здесь везде в помещениях кондиционеры, в такси. У нас на самом деле... Как это называется на ресепшене человек? Работник? Балбой, наверное. Администратор. Администратор. Ресепшенец. Он нам выдал даже на русском языке. Я вам сейчас покажу. Листик, где всё расписано. У нас есть итальянский ресторан. Бесплатный. В какие-то там определенные дни. Во все, кроме понедельника, мы можем обедать уже на итальянском ресторане. Вот, ставьте, если что, на паузу. Наш отель так называется. Рестораны, пляж. Здесь расписание автобусов в Дубаймол. Вот это всё. И нам порекомендовали именно там поменять доллары на дирхамы. До бассейна мы тоже прогулялись. Но сейчас, правда, мы так боялись загореть, потому что мы вообще без СПФ. Вы понимаете, первый день, а нам тут быть 14 дней. Девочки, я живу жизнь своей мечты. Я до сих пор не верю, что я здесь. Полёт прошёл нормально. Летели мы часов в шесть. Нас кормили. Я там что-то снимала. Наверное, я вам покажу. Я такая красная. Это не румяна. Просто так душно. А, кстати, в аэропорту я сразу позвонила маме, когда подключилась к Wi-Fi. И я не поняла, почему я не смогла дозвониться. В плане, она поднимает трубку, но ничего не слышно. И сейчас нам вот этот мужчина на ресепшене объяснил, что у них не работают телеграммы. Ну что ещё? Ватсап? Телеграмм, ватсап, ничего не работает. Нельзя звонить. Вообще. Даже без видео можно только общаться текстовыми сообщениями. Это так необычно и странно. Хорошо, что он нам сказал, потому что я бы в жизни не догадалась. Поэтому сейчас мы решаем, чем мы будем заниматься. Мы на самом деле безумно голодные. У нас, слава богу, есть вода в номере. Смотри, у нас очень... О, Катя, давай просто. Может, мы положим твои запасы в холодильник? Давай. Я прям сгораю. И может быть, у нас тут есть расписание автобусов и два разных торговых центра. И вот мы думаем, может быть, поехать днём, пока такая жара, туда. Поменяем деньги, походим, купим, шоппинг в первый день никому не помешает. Потом приедем на ужин. Либо, смотри, можно сейчас, не знаю, намазаться эспеком и пойти просто на басик. Там лежать. Там же и зонтики, если что, мне кажется, тенёк. Хочу VPN сейчас скачать. Ты как смотришь на него? Проксикуль скачать. А зачем он? Если с VPN, то получится разговаривать. А мне с кем не надо разговаривать? В изоляции. Мне некому звонить. Поэтому, не знаю, можно было бы пойти в басик. Но нам надо привыкать к такой жаре. Сейчас утро. На самом деле, я бы посмотрела по списку магазинов, как бы, что нам больше подходит. В целом, посмотрела бы, что за торговая цель. Давай посмотрим тот, который поближе. Я уже переоделась. Решила, что пойду в своих линяных штанишках, в рубашке наверх. У меня весь чемодан. Состоит из платьев, из каких-то коротких шортов. И да, тут туристы так ходят, но как будто мне так неловко. Мне кажется, что я буду ходить вот так вот весь отдых, потому что я не знаю. У меня ощущение, будто я не уважаю тех, кому я приехала. И поэтому я понимаю, что все так ходят. Всем всё равно. Никто мне ничего не скажет, что у меня там открытые руки, там ноги. Но просто для себя. Особенно вот мы сейчас едем, как бы, в такое публичное место, торговый центр. И как бы мне нравится, как я одета. Поэтому решила переодеть шорты и пойти в штанишки. Убрали сетку, девочки. Ну, в общем, там я вам показала. Наши образы в торговый центр. Что ты планируешь покупать? Я планирую. Кстати, я бы хотела посмотреть, наверное, что-то более длинное и с накидкой. Потому что вот так вот я чувствую, что я сгореть могу очень быстро, если честно. Вот у тебя классный лук. Типа, они лёгкие. И прям можно спокойно бегать, ходить. И не бояться, что обгорешь. Короче, мы приехали в торговый центр. Я не помню точное название. Нас забрали из отеля. И вот привезли в торговый центр. Я ничего здесь не снимаю, потому что вы не понимаете. Нельзя. Очень много мусульман и покрытых женщин. Поэтому я не хочу нарушать их личные границы. Если что-то буду в примерочной мере, тогда покажу. Мне тут очень нравится. Нам раздавали такую вот водичку. А в самолёте нам давали как упаковка для йогурта. Мне кажется, супер неудобно. А вот здесь вот такая мягкая бутылка. Но мне нравится. Я вообще, на самом деле, я наслаждаюсь, правда, каждым моментом. Всё, что я вижу, у меня так интересно. Знаете, так необычно всё. Девочки, я влюбилась. 4 тысячи дирхам. Вы видели тикток-монеточки, где она купила чехол для чупа-чупса? И была в шоке, что он стоит 500 долларов. В магазине Фэнди и меня попросили купить вот эти вот очки. красивые. Мы решили перекусить. Вот такая выхвина съедать. Теяли одно на двоих и попросили чистую тарелочку. Девочки, я купила. Вы знаете что? Потом я покажу. Пишите, что я могла купить. Девочки, быстрое включение. Я не могу вам это показать, но здесь Zara кафе есть. Вы представляете? Там прям какие-то очень красивые пирожные. Прям эстетика. Тут есть стенд с косметикой. Ничего себе размерчик масел для губ. Лаки всякие. Я купила камеру Osmo Pocket 3, если что. Девочки, моя камера мечты. Я ее купила. И еще к ней взяла карту памяти. 128 гигабайт. Стоила 85 дирхам. Конечно, мне бы хотелось побольше, но 128 хватит примерно на полтора часа. Мне как раз таки это и надо. Мне все говорили, что в Дубае очень дорогая вода. Но везде дают ее бесплатно. Я еще не потатила вообще ни дирхаму на воду. Вот такой здесь торговый. Санкт. Хочешь что-нибудь взять такое? Вообще я ищу шоколад с фисташками. Сейчас очень популярный. Идем, говорите, мы прикрываем, куда я пошел. Вот. Распаковка. Кого я купила? Я не поняла. Девочки. Ой. Ой-ой-ой. Как называется, я не знаю. Би-эм-э-шот-байт. В общем, вот такая вот булочка. 3,85 дирхама. Далее. Две кокосовые водички. Тоже по 3 дирхама. Далее. Какие-то печеньки. Далее. Табаско. Не знаю, я вообще остро не ем. Отдам парню. При покупке камеры. Камеры меня удастили водичкой. Причем вот такой вот милый и маленький. Тут 200 миллилитров. Приятно. Так. Это мой такс-фри. На камеру, девочки. Стоило настолько же, сколько и в Польше. Я в шоке, что, оказывается, вот это. Стоит вообще не бюджетно. По итогу у меня здесь полная комплектация. Полная. Будем с вами разбираться. Далее. Жуткий. Вот это просто мое детство. Вот эти теннисные мячики, жвачки и арбузы. Обожаю. Такая кока-кола большая. Все. У меня тут термальная вода. Этот вентилятор и все. А, еще вот эти вот какие-то печеньки тоже парню. Прикольно. Тут написано love. Ничего страшного, что у вас вверх. У нас через час уже будет ужин. Сегодня итальян. Господи, как запотело. Сегодня у нас итальянский ресторан. Вы видите, как запотело. Скоро, мам. Тут Катя про булку снимает. Вкусня. Она вообще не мягкая. Алло. Похоже, знаете, как Наполеон в креме. Это так сладко, что мне плохо от сладости. Ну, так вкусно. С чаем, наверное, вообще вау. Это, по итогу, не булочка. Очень маслянистая, медовая. Одного кусочка. Достаточно, чтобы заесться. Собрались мы, наконец-таки, на пляж. Моя кепка не налезает на гульку. Ну, как есть, без разницы. Главное, чтобы просто не выпадало. СП я взяла с собой. Собрала такую сумочку. Термальная вода. Это у меня юбка к купальнику. На всякий случай рубашка. Я думаю, может быть, даже в ней плавать. На СП для лица у меня макияж. Но я думаю, что я просто нанесу все поверх. Очки. И СП для тела у меня вот такое вот будет. Не знаю, сколько мы там пробудем. Две минуты. Нанесла я СП просто поверх макияжа. Трэш знаю. Ну, что поделать. Какой-то начался сильный ветер. Моя кепка вообще не держится. Она явно сдуется. Я вам показываю дорогу от отеля до нашего пляжа. Наш отель. Мы уходим. Идем. Проходим мимо другого отеля. Он в таком египетском стиле. Ой, моя кепка. Вот, в общем, такой отель. Это пляж. Вот такой он. Вот, в общем, пляж. Там наш бассейн. Это пляж. Тут песочек. Нам дали полотенце. Покажу чуть-чуть, потому что нельзя людей показывать. В бассейне оказалась вода ледяная. Я даже не могла в нее окунуться, чтобы вы понимали. Вот там мороженое. И у отеля подсветка. Через 30 минут мы уже пойдем в номер. Подготовимся к ужину. Так птица летит. Тяжело. Отдыхаю, девочки. Я, как вы видите, вообще не загорела. Спустя полдня в такой жаре я мазалась СПФом. Перед тем, как пойти плавать на море. Ну, я ходила, наверное, сколько уже было? Семь вечера. Смотрите, как красиво сожглось. Я уже пришла в номер. Одеваюсь на ужин. Пойду в таких своих штанишках, девочки. Проблема в том, что в отеле, в помещениях безумно холодно. Я чувствую, что можно очень сильно простудиться из-за этого. Потому что на улице, ну, вы сами понимаете, вот все запутело. Все окна, все стекла, телевизор. Потому что такая жара. В отеле холодно. И этот перепад температуры, боюсь. Вот так нас встречают в итальянском ресторане. В какой-то момент я забываю, что мы в Дубае. Вот нам принесли меню. Полностью на русском. В общем, нужно выбрать одну закуску и основное блюдо. Или одно основное блюдо и один десерт. Из закусок я бы могла взять креветки. Но попросить без красного лука и свежего перца. Но то, что креветки я обожаю. Принесли хлебушек. Это значит, начинается смешивание всего. Смотрите, какие красивые фарбалочки. Все. Я все смешала. Теперь учу Веронику. Что нужно все смешать. Потом макать булочку. Макарошки с курочкой. Смотрите, как много сыра. И на самом деле я боялась, что маленькие порции, а они огромные. Поэтому наемся. Девочки, уже 9 вечера. Телефон потирают тысячу раз, потому что он запотевает. 9 часов. Все та же парилка. Вообще. Ничего. Сразу моментально запотело окно, как я открыла. Я в шоке. Я хочу вам показать вид. Вот так вот. Тут плавают кораблики. Ну, согласитесь, красиво. Причем у нас обычный отель. И на самом деле из минусов я могу сказать, что здесь район. И вы не найдете никакие аптеки, никакие кафе, рестораны, магазинчики, сувениры. Потому что тут только отели. Поэтому мы даже изначально привезли немножко воды с собой. Потому что мы понимали всю ситуацию. И получается, вот когда мы ездили сегодня в город, мы купили вкусняшек. А так вы тут нигде ничего не купите. Ну, только если в отеле, я не знаю, там в баре что-то доплачивать. Это, ну, это даже не минус. Знаете, это в принципе не мешает. Но вид вообще просто вау. И вот я вам говорю, что тут баня, баня. Но я дышу нормально. Я не задыхаюсь. То есть огромная разница именно тогда, когда ты выходишь из холодного, из обычного, да, стандартного помещения на улицу. То у тебя сразу такое, типа, как обдувчик жаром. Поняли? Как духовку в этом. Идеальное сравнение. Девочки. Я гений. Я придумала идеальное сравнение. Вот вы духовку открыли, и вам, и вас с паром так шшшш. Вот. Это то, что вы чувствуете. И возвращаюсь в номер. Здесь холодно. Я даже на ужин, ну, у меня рубашка, штаны. Я маме сказала, чтобы она взяла себе теплые вещи, кофточки, джинсы. Потому что реально в помещениях холодно. А, девочки, я вам не рассказала. В общем, в другом центре. Женщина продавала, рекламировала, знаете, как это называется? Такой вот маникюр. Она вам стирает какой-то слой, и у вас очень сильно блестят ноготочки. Видите, вот эти вот мои два. Потому что она мне только два сделала. Кутикула. Она мне... Секси герл, секси. Вот так вот. Я вообще, я такое не люблю, если честно. Если бы она нормально со мной, как с клиентом. Вот так, вот так, вот так. А то, знаешь, я хочу быть как-то секси. Ты вообще, у тебя улыбка. Знаете, она такая прям вот... У нее такая вот прям энергетика. И... Мне это не понравилось. Мне нравится, как она сделала. Реально блестит. Она скажет, эффект держится месяц. Но это стоило бы. Два набора она мне предложила, да, типа скидка. За 200 дирхам. Я вообще не планировала ни на что тратить. Только если на камеру. Вот, вообще я ничего не хотела покупать. Ни косметику, ни одежду. Мне ничего не надо. Только думала, что вот, если вдруг все-таки я найду, тогда куплю камеру. Поэтому я отказалась. По сути, да, мне нравится. Но... И без этого проживу. Девочки, посмотрите, какие мы герл эстетик. Взяли ноутбук. Типа нам в номере. Все мешают. Посмотрите, что мы нашли. Какую комнату. Тут очень накурено, правда, но... Круто с таким видом работать. Это мы вообще в поисках тренажерного зала. Вот вид вам. Посмотрите, что я нашла в полке. Кто-то начинал читать. Такие страницы классные. Я все знаю. Девочки мои, всем доброе утро. Сейчас 9 часов утра. Просто очень сильно... Не знаю, или солнце, или просто ярко. Я только линзы одела, поэтому не могу смотреть. В общем, сегодня наш второй день. И уже, наверное, через час или два должны приехать родители. И я вообще не знаю, как они там без интернета. Надеюсь, долетели... Ну, даже, понимаете, я даже не знаю, вообще, вылетели они, или не вылетели. Потому что, ну... Будет сюрприз мне. Погода, мне кажется, вот до 10, до 11. Здесь прям можно там на пляже вот это все лежать. Сейчас вообще не жарко. Я уже чуть-чуть накрасилась. Просто замазала свои профи. Макеюш тоже. В принципе, все держится. Поэтому вы не подумайте. Я тут говорю, что показываю, что 42 градуса. Мы как в бане. Ну, просто... Тут есть ветер. Тут есть теньки. Ну, даже на меня сейчас дует ветер. И мне прохладно. Но при этом воздух, он такой... Ну, как в сауне, понимаете? Он не душный. Он просто как-то вас обволакивает. Я вот так вот это объясню. Поэтому сейчас абсолютно не жарко. Вообще комфортно. Тем более на балкончике. А, и мы же с мамой пойдем в другой номер. А этот балкон нам дали бесплатно. И панорамные эти окна. Он говорит сначала, доплатите. Мы такие, да не надо нам ничего. И то он такой, ладно. Вам бесплатно. Вот. Я надеюсь, что нам с мамой тоже будет такой же вид. Красивый. Потому что, ну, девочки. Просыпаться и видеть это. А ночью, как красиво. Это все там светится. Завтрак у нас до 11, по-моему, с 9 или с 8. В общем, мы пойдем позавтракаем. Потом родителей встретим тут. И у нас в час встреча с гидом. Вот он нам расскажет что-то. И мы планируем в аквапарк. Тут есть несколько. Но вот есть самый крутой, который мы планируем и поехать. Думаю, вы тоже знаете про отель Atlantis. Ну вот. Там и аквариумы, и аквапарки. Поэтому, возможно, туда мы сегодня поедем и пьем. Мы выезжаем на завтрак. Шведский соль. Что ты планируешь там увидеть? На самом деле я очень сильно хочу фрукты еще с вчерашнего дня. Поэтому я... Я тоже. И я хочу прям арбуз, знаешь, папайя, маленькая и сладкая. Да, очень сладкая, да. Итак, наш завтрак. Я взяла много салата. Вот это, вот это. Больше ничего мне не понравилось. Завтрак относительно маленький, но все базовое есть. Вероника взяла амбек. Ну и, в принципе, то же самое, что и я. Там еще можно делать чалли, всякие десертики, фрукты. Вы будете в шоке. Мы тут завтракаем спокойно. Я такая такая, а я спрошу, знаете, вообще, где мама? Может, они даже не вылетели, мы не знаем. И она такая, мы на ресепшн. Я как побежала туда, а этот говорит, это ваша мама? А я же кричу, мама. А он говорит, ну это ваша сестра. По итогу они пошли в номер, им завтрак сегодня не включен. Они обманули нас, сказали, что они вот в бизнес-классе летели, что они на лимузине сюда ехали, с табличками их встречали по имени, фамилии. Ну, я такая, а нас не так. Я поверила, вернее, какие-то котяги нас обманули. Ничего такого не было. К нам сейчас приезжала девушка Юлия, она гид, как это она все нам рассказывала про экскурсию, что посетить. Так что я очень хочу бабу Даме. Можно взять в аренду Абаю, ну вот эту вот закрытую одежду. И там экскурсия на весь день. Лувр на воде, там улица, где снимали форсаж. И, в общем, много чего интересного, поэтому я очень туда хочу. Больше остальное у меня неинтересно. Подниматься на вертолетах, я боюсь высоты, мне это не надо. Давайте попробуем попить из вот этого. Мне кажется, неудобно, но это рассчитано, что вот вы открыли, выпили. На самом деле очень необычно и прикольно, только что-то я не могу. Вообще необычно. Ни разу я не видела такую воду. Мы с мамой решили остаться в номере. Нам, кстати, этот номер сделали тоже, выдали. Мы за него не заплатили. Ну, в плане это как, не знаю, в честь чего подарок. У нас тоже тут панорамные окна, такой огромный балкон. Но вообще у нас должен был самый обычный номер, два самых обычных номера. По итогу я перешла, перенесла все свои вещи к маме. У нас тут тоже, ну, все то же самое. Абсолютно такой же номер, просто на этаж ниже. Маме тоже все очень нравится. И вот к нам приходил гид, рассказал про все экскурсии. И, ну, в общем, можно там на вертолетах летать. Все вот это. Но больше всего я хотела именно в Абу-Даби. Когда она предложила, я прям такая, класс. Из всего это получилось самое бюджетное. Будет стоить 100 долларов на одного человека. Это и с дорогой, и там, и в Лувре на воде. В общем, мне кажется, это самое как бы то, что мне будет не жалко заплатить такую стоимость. И вот девочка с Вероникой, девочка Вероника, с которой я прилетела, к ней тоже сегодня мама прилетела. Они поехали на золотой рынок. Вроде это так называется, где нет наценки никакой. Нам с мамой вообще ничего, в принципе, не нужно. Конечно, у нас 14 дней. Мы найдем, чем заняться. В какой-то день в Дубай Мол хотим поехать. Ну, а там все магазины, все точно такое же. Есть и Бершка, вот эти Зары, Чендемы, все такое. Но есть и прям... Я никогда не делала магазин Ив Сен-Лоран. Ну, прям такой вот, знаете, там все отдельно. Все так красиво. И вообще, если честно, я восхищаюсь. И хочу с вами поделиться, объяснить. Я на самом деле... Я неплохо относилась к мусульманам. Ничего такого. И арабы. Я просто, не знаю. Может быть, мне общество навязало. И я думала, что вот эти вот девушки, они очень несчастные. Их заставили. Они тут живут, знаете, чуть ли как. Не ждут, когда их жизнь уже закончится. Ну, правда. Я была такого мнения, что они... Ну, именно из-за жалости. Понимаете, что они бедные. Вот это все. И я увидела совершенно другой мир. Совершенно другую картину. Ну, девочки, например, в море. Да, девушки покупаются в закрытой одежде. Но и мужчины тоже. И рядом, конечно же, приезжие в стрингах, я не знаю, и так наклонятся. И так перед этими мужчинами, знаете. Понимаете, ожидая в ответ, что... Ну, как бы, я не знаю, что он там их купит. Что он там им купит. В общем, устроит шикарный отдых. В общем, вы понимаете. Одежда у них вообще непристойная. А эти мужчины... Нет. Они смотрят только на свою женщину. И они так в воде, знаете. Ну, им так весело. Они так счастливы. И причем это не просто какая-то... Это одна пара. Нет. Я говорю, это то, что я вообще видела. И мое мнение очень сильно поменялось. Даже вот в торговых центрах. Понятно, что они там не будут как-то очень сильно обниматься, целоваться. Но все равно есть какие-то касания, знаете. Забота. И детей они очень сильно любят. Я увидела, что эти женщины, они... Понятно. Я не знаю, какая, если честно, называется вот эта вот разница в одежде. Кто-то покрывается полностью. Кто-то только волосы, но лицо открыто. У кого-то только глаза видны. Но вот я видела, что эти девушки правда счастливы. Они шикарно одеваются. Их сумочки только чего стоят. То есть в бассейнах, на улице, в кафе. Они живут такую же жизнь. Они не несчастны. Может быть, вы думаете, Катя, как ты могла этого не знать? Но я правда думала, что у них такая ужасная жизнь. А по итогу я увидела, что совершенно нет. Кстати, в Дубае только 11%. Население — это вот коренные жители, понимаете? 11%. Вот. И есть определенные частные территории. Какие-то, знаете, важные события. Ну или просто, если вы хотите отдохнуть. Не вы, а эти девушки. То есть закрытые территории, где просто нет окон. Туда запускают определенных людей, где девушки чувствуют себя в комфорте. И они ходят в обычных купальниках. Они, ну, без хиджабов. В общем, не знаю, как правильно это назвать. У них тоже есть определенные места, типа бич-клабы, но закрытые, частные. И там даже, насколько мне известно, есть телефоны, но без камер. Чтобы никто не смог сфотографировать и выложить. И на самом деле тут все делается для девушек. Я просто была вообще... И я настолько вот прониклась... Вот эту книжечку, которую я вам показывала вчера. Сейчас я ее принесу. Она лежит в каждом номере. И я и моя мама даже из уважения мы положили это в сейф. С нашими вещами. Мы его не закрывали. Там просто лежат денежки на документы. Но и эта книга, чтобы она просто, знаете, даже не лежала нигде. Ну, я просто настолько сильно почему-то прониклась этим всем. И я так уважаю всех, кто здесь живет. Я понимаю, что это я к ним приехала. Не они ко мне приехали. И я тут, знаете, строю свои правила. Нет, я полностью уважаю их культуру, их веру, религию. И честно, ну вот... Девочки, я купаюсь в обычном купальнике, в бассейне. Но я никогда не буду, знаете, вести себя неподобающе. Просто плаваю, как и все. Но многие прям, знаете, и вот так. Понимаете, ведут себя некрасиво. И это и для меня выглядит ужасно. И я понимаю, что как этим людям неприятно, что вот это вот происходит на улице. Поэтому пока что мне здесь все очень нравится. Я спросила мамы, как она относится к этой духоте. Она говорит, нормально. Ну, типа, она уже привыкла. Это правда. Я понимаю, что это звучит нереально. Но здесь есть ветер. Здесь есть... То есть вы не задохнете, если вам есть чем дышать. И ваше тело привыкает. Сказали. Я просто была в шоке. В первый день, когда мы выезжали в наш отель, я увидела, что работники, строители, вот строители в специальной одежде, в такую дикую жару строят дома, ну, как бы находятся на рабочем месте. И я была в шоке. А мне сказали, что эти люди не потеют, что они настолько вот... У них это произошло привыкание, да, физиология, что они не потеют. Они даже не пользуются дезодорантами. И они не воняют. Сегодня у нас только второй день. Завтра будет встреча у моей мамы и вот у тёти с их гидом. Там расскажут, какие экскурсии. Может быть, ещё что-то выберем. Так, нам нужно распланировать дни. Днём... Ну, вот я сейчас смотрю в окно. Кто-то гуляет, кто-то может куда-то пройтись. Но в основном тут даже и людей особо нету. Все сидят в отелях, знаете, в спа, купаются на море. Вот это всё. А так, чтобы гуляли, я, в принципе, даже по городу не видела никого. Вообще не знаю, с чем это связано. Может быть, у них какие-то свои развлечения. Но, правда, когда я иду купаться, вообще, даже если просто куда-то ухожу, я оставляю все свои вещи. Телефоны, деньги, документы. И я даже не думаю о том, что я могу вернуться, а этого не будет. Я прям честно удивлена. У меня было совсем другое мнение. И также в экскурсии там можно будет взять в аренду абаю. Это такое вот, как накидка такая. Очень красиво. Я маме фотографии показывала. На самом деле я правда восхищаюсь. Я восхищаюсь всем тем, как люди одеваются. Ну, например, Вероника, она как-то очень резко, негативно высказывается по этому поводу. Ну, я с ней не согласна. У каждого есть своя точка зрения, но я полностью уважаю. И каждый решает для себя сам, как он собирается жить. И вот когда нам Гейтс... Я у нее спросила, в Абудабе там же намного правила жестче в плане одежды. Я ему сказала, вы можете взять в аренду, если у вас нет абаю. Я такая... Я у нее даже хотела спросить, где купить. Потому что мне настолько нравится вот эта вот именно накидка. Вам не обязательно накидывать, надевать на голову. Это тоже пришит, как такой капюшончик. Но это настолько женственно выглядит, настолько красиво. И я очень хочу сделать вот именно в Абудабе фотографии. Еще я очень сильно хотела в пустыню. Девочки, я прям тут счастлива. На самом деле, вот Вероника, она все снимает, всех фотографирует. Вот я ее постоянно за это ругаю. Мы очень сильно ругаемся. Не знаю, как-то я чувствую, что она обижается. И я, знаете, смотрю на это и не понимаю, что... Мне кажется, я уже тысячу раз сказала, что здесь ты не имеешь права фотографировать и выставлять людей. Но она это не слышит. Она делает, хочет и считает, что я говорю ерунду. Но здесь, правда, если вы сфотографируете и выставите, то это не только штраф, но вы сядете в тюрьму. Тут настолько... Ну, как бы... Это правила. Я их уважаю. Я, правда, я блогер. Казалось бы, для меня это такое что-то... Господи, нет! Какой ужас! Но я это полностью принимаю. Если я и хочу снять какое-то видео, я сделаю так, чтобы попала в камеру только я. И мне настолько это правило понравилось, если честно. Мне кажется, что вот в Варшаве тоже в основном я снимаю вот так вот. А, про камеру, девочки. Я ее боюсь распаковывать. Не знаю, я ее так долго ждала, что у меня всегда так долгожданные вещи там, что-то такое. У меня будут лежать все в коробочке запакованные. Я буду просто ходить вот так вот трогать. Я так рада, но я боюсь снимать. Я не знаю. Тем более здесь, мне на улице, я понимаю, что вам интересно это все увидеть, но, девочки, камера в любом случае ничего не передаст. Я вам, конечно же, рекомендую сюда приехать хотя бы один раз. Можно не на 14 дней. Вспомните, я, например, там в Италии было два дня, в Париже два. Ну, как бы, этого хватает, чтобы посмотреть вообще тут понять культуру. И, конечно, вас никто не заставляет лететь сюда в августе. Мы полетели, потому что были горящие билеты, очень дешево, по цене даже дешевле, чем мы бы полетели в Грузию. Поэтому, да, я тоже думала, что тут больные люди, кто летит отдыхать в 45 градусов. Девочки, оказалось, я такой, я не такая, вот такая. На самом деле, вообще, ну, как бы, жарко, но не чувствуется, что это прям вот 40 градусов. Я, вы знаете, я даже в 25 просто вентилятор, здесь я ни разу не включила свой вентилятор. Ваш организм, правда, к этому привыкает. Тут есть ветер. вот это вот ощущение, особенно в лице, что вы просто как в парилку заходите, но ночью то же самое ощущение. Это не потому, что именно вот температура такая высокая, это просто вот тут такой воздух. Поэтому вы привыкаете. В любом случае, я снимаю влог. Я хочу, чтобы у меня осталось это видео, эти моменты. Я подумала сначала, а зачем мне вообще снимать этот влог, если тут нельзя на улице. Но всё можно. Иногда какие-то моменты я могу снять, да, показать что-то, но я понимаю, что я даже этого не хочу делать. Не потому, что я не хочу вести свой канал, а потому, что я хочу соблюдать все эти правила. Не потому, что меня посадят в тюрьму, а просто, вы знаете, я настолько приняла это. Для меня, правда, здесь нет никаких минусов. Вообще. у нас шикарный отель. У нас получилось, по-моему, 50 долларов в день. Всё бесплатно. Шведский стол, обед, ужин. Вы можете на выбор ресторана, мексиканская кухня, итальянская. От отеля вас бесплатно везут в торговые центры. Вы можете выйти где-то там. Есть остановочки. мы едем 45 минут, например, вот выходим от отеля бесплатно, и автобус крутой. Везде кондиционеры. Вы правда не чувствуете. Мы спим под одеялами. Я спала вот так вот всю ночь. Всё чисто, тренажерный зал есть, 24 на 7 работает, пляж хороший. Понимаете, всё вообще шикарно, девочки. Правда, минусов никаких я не увидела. Я вам ещё скажу своё мнение в конце влога. Но вообще, я думаю, на этот момент первый день подошёл к концу. Точнее, ну, второй начался, можно сказать. Я уже понимаю, что здесь примерно на час будет влога. И вам всё равно в любом случае будет интересно меня послушать, что я тут вижу, что... Потому что я в Дубае. Моей маме тут правда комфортно. Она уже три часа сидит на балконе. И вот эта вот та самая температура, которая так всех пугает, она не мешает отдыху. Я сейчас уже буду монтировать этот влог и планирую выпустить его к вечеру. Пыталась найти ноутбук и поняла, что, наверное, я его забыла в том номере. Я прям очень испугалась. Ну, надеюсь, он там, девочки. Потому что это какой-то трэш. И следующий влог я уже хочу снять на свою камеру новую. И надеюсь, я разберусь со всеми функциями. Мне будет, наверное, непривычно, но я правда это хотела. Я думаю, что это будет, знаете, и для вас лучше. То есть я вкладываюсь в свой блог. Картинка должна быть ярче, красивее. И там стабилизация, и штатив, и плюс у меня на телефоне. Ну, какие-то моменты могу снять на телефон, но всегда у меня будет, знаете, память. Потому что когда я снимаю видео, одно видео весит, наверное, 70 гигабайт, и это все, вы представьте. У меня телефон весь тормозит, и, ну, мне кажется, должна быть полезная покупка. Девочки, хочу вас попросить в комментариях, чтобы вы написали и поделились со мной местами, которые следует посетить в Дубае. Вообще, можете и кафе, и какие-то, не знаю, музеи, торговые центры, экскурсии. В общем, если вы тут были и видели где-то в ТикТоке, сохраняли видео, напишите либо в комментариях, либо ссылочку вы можете найти на мой Телеграм в описании. И всем спасибо большое за просмотр. Давайте это видео будет заряжено позитивной энергией, чтобы вы тоже обязательно смогли приехать в Дубай. Неважно когда, главное, что это будет, главное очень сильно хотеть. Пишите комментарии, ставьте лайки, с вами была я, и увидимся с вами совсем скоро. Всем пока!